Совершенно супер обалденная история в Питере. На Никольском кладбище Александра Невской Лавры появился призрак. Документально зафиксированный. История драматическая, абсолютно не смешная. Я бы сказал, слезная история. Она позволяет нам с вами сейчас заглянуть в так называемый внутренний чудесный мир юного путиниста. Молодой, излагаю, молодой православный фанатик, кладбищенский сторож Никольского кладбища лично созерцал, как по Никольскому кладбищу Александра Невской Лавры, нервно шнырял умерший 113 лет тому назад протерей Иван Сергеев по кличке Кронштадтский. Призрак громко шуршал бумажкой и торопился в сторону кладбищенских туалетов, естественно, ярко светясь от нетерпения при этом. Набожный сторож, который не сразу сообразил, что перед ним видение святого, как православный человек схватил дубинку резиновую и бросился на это привидение. Не добегая какого-то расстояния, очень небольшого, он опознал праведника, застыл, уронил дубинку. Как вы думаете, что он сделал потом? Он решил, что он сейчас сделает с праведником Иоанном Кронштадтским селфи. Он выхватил телефон, но как только он выхватил телефон, святой немедленно с шипением растворился в луже, оставив облако пара. Осталось одно вещественное доказательство, заготовленная им бумажка. Она плавала по поверхности лужи, глубина лужи невелика, наверное, сантиметров пять. Бумажка была из лужи благоговейно извлечена, подвергнута попытке прочтения там каракуля. И вот пока он читал из лужи, высунулась длинная-предлинная сердитая рука, выхватила у него бумажку и утащила ее обратно в бездны этой лужи. И пар развеялся. Теперь там на этой луже полно паломников, все на коленях, все подползают, все прикладываются к чудотворной луже. Все ее целуют, ее пьют, она не иссякает. Это тоже считается чудом, несмотря на то, что нормальная оттепель вокруг сугроба и, в общем, неиссякновение священной лужи не представляется особой загадкой. Вот, выполняя обряд лужи целования, уже забеременели непорочно три монахини, герой труда и его спаниель, который с ним был вместе. И частицы этой лужи теперь самый популярный подарок в Питере. Вот, чего мне не хватило в этой всей истории, так это подробного описания, во что был одет праведник Иоанн Кронштадтский. И это очень важный момент, который будет любопытен слушателям эха. Дело в том, что вы знакомились с завещанием Иоанна Кронштадтского святого, нет? Нет, я не знакомилась. Ну, вот если вы с ним познакомитесь после нашей беседы, то вы увидите, что помимо завещания там есть крайне любопытная опись имущества, имущества этого праведника. И вот в совершенно официальном документе, который посмертно в первую же ночь составил пристав, указано черным по белому, прописано, что святой, Оль, святой был собственником 124 пар кольцов. То есть Иисус не был единственной страстью Кронштадтского протеерея. Он не меньше его любил и кальсон. Но, Оля, Оля, какие это кальсоны и как он их любил? Это можно сойти с ума. По описям проходят алые кальсоны с позолоченными пуговичками. Голубые, небесного благодатного цвета, с муфлоновым начесом, а на них, соответственно, многоцветные пуговки из средиземноморского перламутра. И черные траурные кальсоны тоже были, я понимаю, великопостные, с серебряными шнурками завязок. То есть не зря, товарищи, канонизировали, конечно, это был крупнейший кальсононосец и кальсоновед своего времени. Все они одного размера, это не под раздачу бедным. Все слегка ношеные. И, в общем, тут есть, конечно, сверхъестественные моменты, потому что обычный человек, конечно, никогда не сможет сносить 124 пары кальсонов. Вы никогда не слышали о коллекционировании, Александр Глебович? Дело в том, что они все были то, что называется, в строю. Они все надевались в нужный момент. Вот Гундяев, я думаю, он больше, чем 50 пары кальсонов не потянет, конечно. То есть ему венца праведника не видать. И вообще, вот, кстати говоря, пристав, когда составлял эту посмертную опись имущества, он в личной гардеробной популярного святого, попа Черносотенца, Иоанна Кронштадтского, он насчитал 342 рубашки, 281 пару носков, 31 пару брюк, 53 пары сапог, 30 шляп, 41 подрясник, 31 муаровую рясу, шубы, бесконечное количество золота, драгоценных камней на перстных крестов и 96 серебряных подстаканников. То есть, кто мог бы устроить безумное чаепитие, то это он. Понятно, что это он был, Кронштадтский был немножко Киркоровым своего времени. И когда, кстати говоря, эта опись еще до революции была впервые опубликована, то и двор, и сенот ответили злобным гробовым молчанием, возражать было нечего. Но потом все равно его тогда... По-моему, это очень мило и человечно. Да, конечно, это человечно. Иметь много пар носков и кальсон, это так славно. 281 пар носков, Оль. Если есть пространство для хранения, то почему бы и нет? Хорошо. У него еще стиральной машины не было, стиральной машины вот сейчас у нас пожирают носки. Не познакомился он с вами вовремя, Оленька. Конечно. Вы были бы потрясающей попастью и хранительницей 281 пары носков. С удовольствием, да. Нет, если уж говорить о человечности, то тогда о человечности надо говорить шире и применительней, потому что, конечно, администрация Никольского кладбища, где все произошло, и все это сейчас в интернете выложено бешено, обсуждается в Питере. Вот на Никольском кладбище, где сейчас шастает призрак Кронштадтского, там нужно принять меры и увеличить количество внятных указателей к кладбищенскому сортиру, потому что не надо ставить в неловкое положение различные видения с высоким саном, потому что там может призрак Собчака взять и прогуляться, там может Гумилев собраться по-маленькому. Я уже не говорю о тех, кто может собраться по-большому, сколько, можно сказать, веков терпит Александр Невский, который там тоже неподалеку. Ну а что касается любителя кольца Кронштадтского, то это был чернейший, конечно, черносотенец, покровитель, благословитель еврейских погромов, и он не стеснялся никогда публично, значит, умолять своего бога о смерти Льва Толстого, и он очень хотел, чтобы Лев Толстой умер бы как можно мучительной смертью, как можно более мучительной смертью. Это публиковалось, это было абсолютно открыто. А Николай II, он, в общем, чувствуя, что власть уплывает, он же тоже был обязан быть чутким, он действовал точно так же, как Путин. Но если Путин лепит на скорую руку глупыми руками Мединского и военно-исторического общества, лепит как бы из сталинских соколов новых святых, то Николай II вообще пользовался любым материалом, который ему подворачивал. Он тоже думал, что повышая патриотизм, он обеспечивает жизнь режима. Вот Николаевщина, как и Путинщина, она тоже думала, что этот фальш-патриотизм удержит публику от бунта. Кремль ведь ничего не придумал, он просто немножко смазал старые механизмы. Субтитры создавал DimaTorzok